ну что друзья мои новое путешествие начинается вот тут я почти что вышел с автобусной остановки почти вышел такую красоту вы наблюдаете сейчас моя задача дойти до точки а и оттуда уже начнется непосредственно маршрут такие вот дела а вот остановка с которой буду возвращаться домой такие вот домики здесь интересные это парк там баха вон там бассейн нам это не надо но в горном озере искупляемся здесь гуляющая речка а тут вот и бассейн и детская площадка ну что надо для жизни да господа уточки плавают кто беспокоит ну что и те нам из секаса помешал да еще там из кустов повылазили ладно двинули дальше красиво да ребят кто-то вот там на самом верху еще и дома возвел хахаха у меня приступная крепость еще одно озерцо это уже третья или четвертая по счету озерцо рыбы биткона здесь а вот уже 5 по счету озерцом посрубали все деревья сушняк какой-то ну как обычно все из-за безопасности порт наук порядок из-за безопасности основы гармония ну грибочки тоже честно говоря сделаешь 10 метров в гриб леса ты просто офигеешь от количества грибов здесь грибники обычно ходят по 5 по 10 на лес такие дела смотрите ну это понятное дело все дерево ими усеяло не заметил разъелку опять улетел не по той тропе но я по тропаму там не знаю придется сюда вот всегда а может и нет может здесь выйду такой серьезненький подъемчик где мы тут видите и дела сегодня трекинговые ботинки не стал одевать маршрут вроде не должен быть слишком супер тяжелым хотя блин местность не особо располагает в кроссовках здесь ходить проскальзываешь но в целом в целом в общем-то нечеток короче немножко сбился но решил чуть-чуть перестроить маршрут ничего страшного усложнил конечно я себе его а зато смотри какая красота вон видите сейчас вот так вот дорога здесь будет поворачивать сюда и туда уходить а я должен был пройти вот там срезать все это дело еще и понизение ну ничего страшного и пронять мы же кайфуем отдыхаем а не гонимся наперегонки с судьбой вороны раскаркались круто один на дороге пути никого не встретил заготовочки культурненько все уложено никому в голову даже не придет что-то там скрывать смотреть что там подозревает а а и а и а а а а а а После вчерашнего тренажерного зала, что-то плоховастенько немножко себя чувствую, мышцы побаливают, вот такие дела, прям тут на бревнах, это мой обед, и очень удобно Юра как обычно сел, а вот чьи-то остатки. О, видите, 2,8 километра до горного озера Бергзе, вот нам туда, вопрос по какой тропинке, кругом речки, речушки, кругом. Местечко тоже интересное, хочу вам показать, вот такой вот мостик, видалший вид, честно говоря, большая редкость, юги Амания. То есть вот гвозди, расшатанная, сколько там ее укреплено, но все равно это очень большая редкость, тем более для Ференгии. Обычно все мостики, блин, как будто их только вчера поставили. Да, давно хотел сказать вам, поделиться наблюдением, сколько уже лазаю, бегаю, хожу в походы, нету, нету здесь комаров, нету здесь мошек. То есть где-то что-то там вот видно вроде как на свету летает, но ты идешь, вокруг тебя никто ничего не облетает, никто тебя не кусает. Единственная здесь неприятность, это то, что есть клещи, как они там, цак-цак, по-моему, называются. Вот, это неприятность, да. Ого, вот это гора. Не хотел бы я по такой полазить. О, спасибо. Вау. А вот это место, ради которого я сюда шел, и не только ради этого, но это офигеть. Сейчас подойду поближе, покажу. Смотрите. Скамеечки, столик поставили, чтобы уставший путник мог перекусить, при этом наблюдая на водопад. Офигенно? Офигенно. Есть кто-нибудь в домике? Честно говоря, даже не знаю, для чего это. Ну ладно. Вот это да. Большую слабость я питаю к водопадам. Ну, так-то их много-то в своей жизни видел. Ну ладно. К셨�алька. Ну ладно. Офигенно. Каждый в veio. Ну ладно. Ну ладно. Ну ладно. Большое слабость. да ребятки это путешествие стоило того вы гляньте какая красотища немножко ноги промочил но эти фотки того стоит видео тоже здесь такая милая дорожка даже с возможностью подойти сюда Ох мать гоупро выключися вон там водопад подъемчик конечно по игроку серьезно 780 вроде как пик у меня 619 еще 100 метров на камеру смотрю как будто бы ровная дорога смотрю вниз нифига нифига не ровная дорога ах я уж такой уклончик гоупро выключись нахер гоупро выключись ну что вроде бы выбрался оттуда пришел еще целая куча всяких направлений там дорога тоже литвица и вот там дорога буковка р а вот это та жирность которую можно здесь встретить ну вот эту гадость мне бы совсем не хотелось бы встречать ой и это тоже а вот огненную саламандру очень даже было бы интересно глянуть родничок Левенборн ну там тоже провожили трубу молодцы молодцы скамеечка отдохну кстати очень кстати здесь она находится сразу же после серьезного подъема здесь можно конечно передохнуть ну ладно такое место вышел вон вдалеке дом здоровьючий линия электропередач красиво ну вот такие вот милые домики здесь халё халё дошел практически до озера тут осталось нанометров 500 500 и вот такая вот забегаловка здесь есть херцли херцли великом расписание всякие объявляшки над менюшку конечно же обязательно можно супчик съесть напитки есть пирог есть ну братвург конечно же как без него тут такая парковочка лужайка зубродно-зеленая домики миленькие зуба идеально подстриженные лужайки как в раю так где моя кафешка я хочу пить есть тоже дома на колесах не небольшая реклама пива причем отличного пива Это очень глубокий. Да, вот здесь. И вот, да? Да, да, да. Это глубокий. Если бы я с нами обзил, что это было в садах? В бомбасах Обратный путь домой Вроде побыстрее должен пройти Что в районе 7 километров Ох, блин, опаздываю я, ребята Я опаздываю на последний автобус Если опоздаю, то у него еду А это очень не хочется В общем, надо поднажать Тут он впереди меня Сейчас пойдем на обгон Выжми, Юра Сейчас посмотрел на данные Я 6,6 километров в час выжимаю Это под энергетиком Без энергетика, наверное, вряд ли Обычная моя стандартная скорость 5,3 Километра в час Ай, блин Я не хочу ночевать На улице Я не брал сегодня деньги На отель Надо успеть Что тут у нас происходит Какая-то вырубка Так, летим дальше 7 километров в час Я наскоро взлечу Уже начинает темнять Опять Пачки дерева сложены аккуратненько На столбе этикетки Куда идти, чтобы попасть к водопаду Или к озеру Не знаю, каким нужно быть идиотом Чтобы потеряться в Германии За счет скорости передвижения Выиграл себе 10 минут То есть, если так дальше буду идти То точно не опоздаю Но Никакой гарантии нет Хотя, как бы Локацию посмотрел Подъемов уже вроде практически не предвидится Так, что посмотрим Короче, вот такой вот урок Ты начинаешь кушать немецкую еду В какой-нибудь приятной Забегаловке или в баре Да еще и около озера Ты еще себя расслабляешься Теряешься во времени А так делать нельзя О, кто-то что-то встал Вот На чем я становился На то, что нужно контролировать время И всегда брать В расчет запас А мне, блин Супчик притаранили Пивко притаранили Вкуснейшее просто Потом сок Одну баклажку Вторую баклажку Потом я захотел еще супчика Потом картошку Вот И все, я разомлел Просто залазил в интернет, смотрю Черт, я же не успею Я же такой, что я же по-любому не успею На тот автобус, который я запланировал Уехать Собирался я уезжать на 17.30 Ну и лезу искать Следующее отправление В этом весь Юра Ну, слава богу, что да Есть такое следующее отправление Это последнее Автобус уходит в 19.30 Такие дела Вот А потом еще Понырял со скалы Попрыгал, точнее Ну вот, в озеро И вдвойне разомлел Чуть не уснул Если бы уснул, то все Блин, она заночевала бы Прямо там на берегу Смысла не было бы торопиться А сейчас нет Сейчас хочу успеть Хочу успеть На автобус Смотрим Вот такой вот урок Всегда, всегда нужно планировать Время В пути И брать всегда запас На случай непредвиденных ситуаций Короче По-моему, 7.7 уже Км в час Лечу Потом Когда ролик буду писать Приложу с крена Опа Маленькие Как же так-то, а? Эх, гляшка Что это такое? Что это за безобразие, а? Ну это же автобусная остановка Ну как она здесь может быть? Может какие-то мини-автобусики? Это бусфальтерштаде? Офигеть Для любопытных Для любопытных я покажу Что здесь Вроде время у меня еще есть Вот так это выглядит Остановочка Чистенько, аккуратненько Да ладно Здесь не ходят автобусы Вы что, издеваетесь? Ладно Приду домой, погуглю Сто процентов не ходит Надо просто вторая остановка Чуть мимо не пробежал Гляньте на это Ох, здоровенная глыба И что это такое? Прикольно Гидрант, что ли? Напишите, кто соображает в этой теме Что это вообще здесь происходит? Опа Мини-бункер Прикольненько Блин, вся Германия усеяна такими прикольными Интересными местами Так, ладно Я понял намек Я понял намек Окей, я тут был Погнали, дашь Блин, я там впервые снимаю Вот правой рукой Все в этой жизни бывает А видали такое? В окружении целой горы Отходы Еще одна интересная штука Брюка попалась По дороге Посмотрите Надо в гляши сделать вот такую штуку Маленький фонтанчик Во все стороны Вода блющ Ну как Как я блющу Прикольно, прикольно Мне нравится Ё-моё Это где-нибудь такое Видели? Это просто Охренительно 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 Хренительно Воздух Я тут зарезы покажу вам Видели? Да Какие вы Видели? Ушенок Оборудован Ушенок Я даже посиди когда сна. Расскажите мне, как можно не любить эту прекрасную страну? Ну это же чудо. Хрен знает где. Просто сделала красивые. Просто чтобы радовать людей. Никаких целей заработки не было. Просто сделала красивые. Что это слово? Да, это кое-минъем. А стой си номер. Ха! Номер 23. Си сильный номер. ну-ка ребятки в комментах напишите у кого 23 числа днюха неважно какой месяц это маленькая германная дамбочка ну здесь аккуратно сложены деревяшки я считаю снять снял он потрясающий материал очередной город посмотрели с вами смотрели пригород посмотрели лес озеро так что не поленитесь поставьте лайк и комент напишите пожалуйста для продвижения канала это важно теперь гляньте как сделали потрясающе эта дорога здесь и машина могут ездить и выгодить каждый город по-своему выглядит удивляет смотрите чешуя вот такая чешуя есть только в терендию только терендийские дома выглядят вот таким вот образом ни в одной другой земле вы такого не увидите только в терендию потрясающе темная чешуя черная вот светлая очень красивая карта посмотрите посмотрите у меня это краса как мы реализовали просто такой деревашки а здесь такой маленький садик садик офигеть что как вон фонарик еще один вот так вот вся Германия в таких прекрасных мелочах смотрите прямо около двери входной в дом да постоянно живущих в такой красоте наверное уже давно это ничего не удивляет а вот я восхищаюсь цепочки поливают блин как же бомбический центр города здесь у меня сделан вот 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 лавочки для удобства чистенько, красиво, спокойно кто тут у нас присел на камушек какой ящик почти как настоящий эту яку я уверен завтра уберут уже через полчаса будет уже подсветка это чтобы вы понимали малюсенький город чтобы детишки играли может быть пищеварка интересно что я символизирую простите, уж заговариваюсь еще одно место для детей чтобы мамы могли спокойненько посидеть во время как детишки здесь развиваются подробно впрочем встал